Привет, ребзи! В 94-й раз в эфире ваша любимая рубрика, где мы выясняем, кто голубь, а кто памятник. Закидывайте пельмешку, ставьте лайк, пишите коммент и погнали! Кнопонька горит, уселись там, тогда смотрим! Опять огрызок. Кто это нам прислал с новой 1440-го недоразумения? Ну привет, Влад! В смысле начинал в дизайне именно с тебя? У тебя по макету видно, что мы с тобой не знакомы. Ну что за враки? Первая работа сделана по твоим гайдам и разборам работы. Вот ты ни один разбор не смотрел, мы же постоянно говорим, что надо делать 1920, это стандартный Full HD монитор. Есть ребята, которые вынуждены делают макеты 1440, потому что у них мониторы 1440. Ну блин, в 24-м году нужно как-то стыдновато работать на таких огрызках. Купите себе, ребята, нормальный монитор, но вы же планируете деньги зарабатывать на этом и делаете неверстабельные макеты. Есть ребята, которые делают 1440, чтобы не возить туда-сюда горизонтально и скромно, но они хотя бы внутри в контейнере в этом узком предусматривают широкую начинку. У тебя не предусмотрено, где продолжение картинки, где бургер, где вот эта картоха сверху, а здесь где палец. А этого у тебя внутри нету. Что делать версталечку? Просто растягивать? Так он вот так вот возьмет и растянет непропорционально. Альт зажмет и привет твоя картинка. И все так нельзя делать. Ну конечно, надо делать нормальные стандартные макеты, а не вот это недоразумение в 1440 пикселей. А где навигация? Куда ты ее делал? Попали на главную страницу многостраничного сайта, где вон сколько всего есть, какие разделы есть. А на главной странице этого не видно. А очень большая вероятность, что мы попадем на этот сайт через какую-то ссылку на главную страницу, а не сразу в каталог. И непонятно, что внутри. Где навигация? Как понять? Пицца, суши, что тут? Здоровая еда есть? Ничего же непонятно. Может ты в бургер спрятал? Вот у тебя даже бургера нет. Бургер прятать навигацию, это тоже такая история. В бургер можно спрятать на девайсах. Там уже маленькие экраны, и там уже не разгуляешься, там уже негде разворачивать все это, чтобы не делать многоуровневый вот этот хедер. Сворачиваем все это аккуратно в бургер. Но на компах прятать в бургер, это просто каждый второй уйдет отсюда. Как случилось с инстаграмом. Спрятали инстаграм в бургер, в VPN. Казалось бы, утром просто сделай один клик. Просто один клик утром и сиди в социальной сети. И что, каждый второй отвалился, потому что целый клик надо делать. Все, отвалились. Поэтому кто прячет навигацию в бургер, просто теряет каждого второго посетителя. А тут у тебя в принципе нет никакой навигации, а места куча. А вот это что это такое? Тут уже кабинка занята. Никто не пойдет в твою кабинку, потому что там уже кто-то сидит. Навалили целую кучу текста. Надо делать подсказку, чтобы визуально было ощущение, что это именно подсказка. Что вот сюда надо печатать. Вот тут печатать не надо. Здесь текст уже, который надо выбрать. Какой-то из вариантов. Поэтому тут мы не печатаем, а это подсказка. ВВ сломалась. Кстати, в комментах часто спрашивают, что такое ВВ. Я так называю внутреннее-внешнее. Чтобы постоянно не говорить вот эту длинную фразу, внутреннее-внешнее. Я просто говорю ВВ. Сразу понятно. Если вы понимаете, значит вы из нашей песочницы. Потому что кроме меня так никто не говорит. Первый экран вообще недоработанный. Навигации нету. И как-то пусто. И картинка эта обрезанная. И качество уже какое-то мыльное. Такие картинки в принципе надо векторные вставлять. Тут же, видишь, все такое однотонное. Это векторная картинка. То есть в этой картинке где-то когда-то был исходник. Его надо было вставлять в макет. А не финально. Вот этот рендер. Видишь, тут уже мыло какое-то. А надо было бы вставлять хороший макет. И вот, видишь, с футером. Но такой футер верстальчик возьмет и растянет влево-вправо. Тут справится. А с картинкой он же не будет сидеть тебе картоху дорисовывать. Не будет. Говорит, я твои разборы смотрел. А вот это, что это такое? А? Как-то некрасиво, неудачно получилось. Доставка всегда вовремя. Все, фраза закончилась. А потом новая фраза. Или еще быстрее. Видишь, еще одна вторая фраза. И ее бы вот сюда поставить на вторую строку. Во-первых, тут бы вот это некрасивое ушло сюда. Во-вторых, тут некрасиво висит одно слово. Надо делать так, чтобы статичный контент визуально был красивый. Есть статичный контент, есть динамичный. И динамичный, например, новость. Мы не знаем, какой здесь будет текст. Завтра, послезавтра или сегодня еще несколько новостей придет. Мы не знаем, какие тут будут буквы. А в статичном контенте тут этот текст навсегда. Ну или пока там маркетолог не переженится снова. А раз этот текст тут надолго, то можно сразу сделать так, чтобы он красиво стоял. Поэтому делаем первую строку, а вот это идет вот сюда. И тогда все будет хорошо. Футур какой-то зажатый. Отступа, ну совсем нет. Вообще вот такой бы хороший отступ сделать. Вот смотри, какой классный воздух появился. И здесь тогда сделать такой же отступ вот отсюда. И видишь, тогда вот эти вот внешние отступы. Раз, два, три. Они станут одинаковыми. Картинку только чуть приподнять или сделать поменьше. Или заголовок чуть приподнять. А чего он так налазит? У тебя что, тоже ВВ сломано. У тебя до заголовка плюс-минус такое же расстояние, как между ссылок. Это, кстати, ссылки или не ссылки. Смотри, вот тут вот точно ссылки. Но у тебя нету ковера. Ты не показал, чего делать по наведению. Перекрашивать в красный? Или добавлять вот это скучное и старомодное подчеркивание? Ты оставил это на выбор верстальщика. А он сделает так, как ему проще. И большая вероятность, что здесь будет просто подчеркивание. А так как ты тут не показал палец, ты не показал, что вот это кликабельное. А верстальщик понимает, что в футере по-любому ссылки кликабельные. Он подумает, что и вот это вот тоже ссылки. Но ведь вряд ли это куда-то ведет. Тут ведь нет таких каких-то страниц по определенному городу. Или есть. Тогда обратная история. Он может тебе не сделать эти страницы, потому что ты не показал, что это ссылки. Он тогда не будет тебе их верстать кликабельными. И кто будет виноват? И что-то как-то оно не стыкуется. Это не попало, или вот это не попало, или сюда. Но как-то вот оно ни туда, ни сюда. И очень-очень зажато. Надо делать хорошие воздушные отступы. А вот это что такое? Обратная связь. Вопросы или пожелания? Вопросы это муцовое предложение. Пожелание это тоже. Рекомендую, бла-бла-бла. А тут? Тут просто электронная почта. Так а где? Куда вставить вопрос или предложение? А где вот это вот продолжение, большое поле, куда надо напечатать и потом какую-то кнопку нажать? Это просто как будто бы два совершенно не связанных между собой элемента. Это подписка на какую-то рассылку. А здесь ты говоришь, ну-ка давай пришли нам чего-нибудь. А куда, блин, прислать? А просто ты указываешь свою электронную почту и попадаешь в какую-то базу. А предложение куда отправить? Или потом просто спам, жди и в ответ уже пуля и предложение. Такая себе история. И вообще вот этот блок футери, он не будет работать. Никто не любит, во-первых, спама, во-вторых, это кажется просто виджет ради виджета. Просто впиндюрили, потому что было место. Ведь собирают все эти e-mail для того, чтобы спамить. А чтобы тебе оставили e-mail, блок должен быть классным, сочным, интересным и туда хотелось бы подписаться. А сюда просто в виджет никто сюда подписываться не будет. Иконки, кстати, из разных наборов. Здесь вон контурная, а здесь, видишь, залито цветом. А было бы классно делать из одного набора. Цвет какой-то разный. Смотри, здесь бордовый и темный. А здесь вот эта вот часть как будто бы тоже должна была быть вот такого бордового цвета. Но нет. А что-то как-то иконки не стыкуются с иллюстрациями. Тут вот есть белые такие пустоты. Вот это вот между собой как будто бы смотрится хорошо. А тут уже таких пустот нету. Линии нету. Вот эта иконка как будто не из этого набора. Тут тоже линии нету. Вот эти иконки не отсюда. Вот. Но эти же штуки вот с этим не стыкуются. Тут линии нету. И тут по два цвета. Видишь, тут вот рука в два цвета. Тут вот в два цвета. Тут вот в два цвета. А тут все в один цвет. Плоско. Из разных наборов. Надо было бы или доработать. Или доработать. А вот колобок. Если есть ребята с обучения, то они знают, почему тут колобок. Потому что ты путаешь аккордеон, спойлер и выпадающий список. У тебя изображен выпадающий список. Видишь, стрелочка справа сразу после текста. Выпадающий список. Он не сдвигает контента. Вот я нажимаю, и макет вниз вот так вот не уехал. А потом, когда я закрыл, он вверх-обратно не вернулся. Это выпадающий список. И точно так же у тебя здесь изображено. А спойлер, это когда стрелочка с другой стороны. Тогда мы понимаем, ага, здесь что-то развернется. Еще, видишь, стрелочку не с той стороны поставил, и верстальчик сверстал тебе выпадающий список. Просто потому, что у тебя стрелочка не с той стороны. Заголовков в две строки нигде нету, а бывают длинные названия. Запросто ховеров нету. И что делать, когда мы наводим на карточку, как-то все разукрашивать. И что-то тут показать еще без стрелочки, а тут еще и без показать, и со стрелочкой. Как-то это она все не однотипно. А было бы классно делать в одном стиле. Большими карточками классно было бы показывать сеты. А это явно на сет не тянет. Ну, тебя же здесь. Маленькие товары. А тут вдруг они стали большими. А повторять кто будет? Смотри, какой у тебя здесь отступ от подзаголовка до контента. 9 пикселей. 9. 9. Почему? Не делится ни на 4, ни на 10. 9. Как ты так смог? А тут 34. Ну, кто будет повторять? А тут 18. Да что у тебя с ксероксом? 18. Ну, тут-то нормально. А тут 25. А почему? Почему такие разные значения? Кто будет ксерить? Учись ксерить. Так выглядит макет аккуратный. Футер, конечно, очень зажат. Первый экран неудачненький. Навигации нету. Что-то тут как-то непонятно с картинкой. Вот. И делай 1920-е макеты. Пожалуйста, не делай вот такие неверстабельные макеты. Не делай. А тут-то предусмотрел. Ну, тут молодец. Вот, видишь, тут ты предусмотрел. Чего делать? Тут предусмотрел, что делать. Вот, видишь, верстальчик сделает пошире, и он поймет, чего делать с картинкой. А на главной странице не предусмотрел. А тут предусмотрел. И тут не предусмотрел. Так, кто тут где дальше? А вот, Александр, спасибо за разбор, узнаю много нового, это пожалуйста, это классно. И тебе, Филхук. Один тут тоже написал, что разбора наша смотрит, а как макет открыли, так сразу стало понятно, что в Раке это все. Влад, если ты еще с нами, смотри. Александр сделал макет для фронтендера, для разработчика, для кодера, для программиста, для строгого дядьки. И он не хочет, чтобы этот строгий дядька ругался, поэтому он не делает вот этот огрызок в 1440 пикселей, а предусматривает Full HD монитор. Видишь, какой молодец? А нет, погодите-ка. Хвалить отменяется. Во-первых, главное, это архаизм, но это ладно. А где ховер? Каким цветом наводим на ссылку? Непонятно. А вот это что такое? А? Где абзац? Чем абзац, Александр, отличается от строки? Правильно. Размером. Видишь? Теперь 20 сантиметров. Как хорошо. Кнопки большие. Или ладно? Или ладно? Так, ну вроде тут нормально, кроме вот этих мест. Как-то вот некрасиво оно касается. Видишь, вот прямо по линии попал. И здесь вот как-то оно выступает, но прямо на один пиксель. Некрасиво. А вот башка торчит классненько. Вот если бы вот этот персонаж сместился, а что это? А что это? Хоба. Во. Если бы персонаж сместился, и башка торчала, и вот тут вот торчала, и здесь был какой-то воздух, то тогда смотрится хорошо и удачно. Или наоборот, в эту сторону. Тогда здесь торчит хорошо, здесь торчит тоже, и тут есть воздух. Но тогда у нас проблема вот в этом месте, и тогда надо текст сделать меньше контейнер. Или отодвигать вместе с кругом куда-то вот туда вот правее. Вот, но как-то там пустовато, хотя может он тогда хоба пришел к тебе, а может вообще эллипс бахнуть. Класс, сделать эллипс, типа такой портал, хоба. В общем, делай так, чтобы торчало. А не чуть-чуть, чуть-чуть на пару пикселей. Когда прям чуть-чуть, это не то, не все. А надо, чтобы было хорошо. Так, обо мне, погоди, а почему дядьки разные? Обо мне, а не о нас. Было бы классно уже бороду перекрасить в один цвет. Или здесь, или здесь. Ладно, там очки и майка, это переоделся, и ладно, и молодец. А вот бороду перекрасить в один цвет было бы хорошо. И тут что-то сандальку твою вообще не видно. Тоже было бы хорошо перекрасить. Отступы одинаковые. Вот, смотри, отступы более-менее одинаковые. Тут, конечно, в дизайн проиграл, но отступы более-менее. Подробнее, это самый ужасный глагол. Такой уже ужасный глагол. И тут тоже для глагола как-то многовато. И узнать больше, это иди на, иди вот туда, иди подальше отсюда. Отойди, пожалуйста. Вот смотри, связаться со мной. Классный призыв. Основной призыв. Связаться. Мы делаем сайт, чтобы с нами связались. Самый главный призыв. Самая главная царская кнопка. Она залита цветом. Вот это по иерархии потом где-нибудь будет. Поэтому мы акцент снижаем. Вот. И спрашивается, почему здесь кнопка залита цветом? Ведь тут нет призыва. Тут нет ни формы. Тут нет ничего интересного. Мы ничего не качаем, не регистрируемся, не покупаем. А нас просто отправляют куда-то. Иди вот туда. И просто такой классной царской кнопкой отправляют. Ну, такое себе. Тут можно было бы ссылочку сделать. И причем не узнать больше фактов, а прям сделать ссылку. 10 фактов обо мне. Классная ссылка будет. 10 фактов обо мне. И сразу понятно, что откроется на той странице. А узнать больше фактов. Ну, такой себе призыв. А вот это что за козявка? Просто плагин запусти. Просто запусти плагин. 3 клика. И ты, делая 3 клика, делаешь классные тексты на сайте. Не в макете, а на сайте. Ведь верстальщик твой от типографированные тексты будет переносить верстку. И потом на всем сайте, благодаря тому, что ты не ленивая жопка запустил плагин, сделал всего 3 клика, на сайте будут классные от типографированные тексты. А что это? Тапок дымится. Может этот дымок убрать? Так, а вот этот, конечно, проиграл. Во-первых, два раза одно и то же. Уже не ясное, как эта история. А во-вторых, как вот понять CSS? CSS анимашки, они вот здесь или вот здесь? Или давайте на наш дизайнерский переведем. Представим, что здесь написано Figma, и мы знаем Figma вот настолько. Интерактивные прототипы, они слева или справа? Вот мне надо сделать прототип. Ты можешь его сделать? Вот я, видя, вот насколько ты знаешь Figma, не могу понять, умеешь ты в интерактивные прототипы или нет. Надо писать Figma. Двоеточие. Интерактивные прототипы. Пользуюсь компонентами. Умею варианты. Вот что надо перечислять. А не вот эти вот шары, которые вообще не информативные. Просто вообще непонятно, умеешь ты или не умеешь. Вообще непонятно. Как на СТО приехать? Надо фару починить. Не горит фара. А там вот этот вот, шиномен, который кроме как поднять-поставить, ничего не умеет. Ну, говорит, электрик сегодня в отпуске, а я вот тоже работаю на СТО. И вот у него СТО. Вот настолько я работаю на СТО, а электрика вот здесь. Вот тут вот шины, а электрика вот здесь. Работает на этом СТО. Ты ему доверишься, а? Или нет? Но он же работает на СТО. Значит, он тут что-то умеет. Но понять, что он умеет, потому что он работает в СТО, они вообще не очевидны. Поэтому вот такие блоки вообще это просто большая вонючая куча на ковер. Так, конечно, не надо делать. Подробнее тоже такой себе глагол. Подробнее. Подробнее. Проиграл в глагол. Да. Смотрите, все работы. Вот смотри, понятная ссылочка. Так вот тут тоже. Сделай понятную ссылочку. 10 фактов обо мне. Или там какие-то популярные факты обо мне. Где состояние фокуса? Вот мы печатаем текст. В каком-нибудь поле ты показал, как выглядит напечатанный текст? И как выглядит поле, в котором мы печатаем? Может, бордер надо, а может, оттенок поля меняется. Если ты делаешь чекбокс, всегда делай чекбокс, если он один. Всегда делай с галочкой. Потому что верстальчику убрать галочку, это просто выключить слой. А добавить галочку, это прям целое приключение. Еще, не дай бог, он вместо галочки и часы тебе сделает. А? Часы. Да, бывает и такое. Отправить сообщение. Ну вот, нормальный призыв. Есть форма и главная кнопка. Отправить сообщение. Нормальный призыв. Вот это вот подробнее. Посмотреть уже, напиши. Посмотреть. Открыть. А где ховеры? Да, что-то у тебя, слушаю. У тебя вообще максимально неподготовленный макет. 1920, не ама базару. Ну где все ховеры? Где всякие разные состояния? Где вот это вот все? Ничего этого нету. Ну, как-то я не доподготовил. Ты будет дядька ругаться? Надо уже готовить так, чтобы было минимум вопросов. А лучше, чтобы их не было. Видишь, три клика делаешь у тебя на всех страницах, все будет прекрасно. А вот это вот, ну, а затемнение каким цветом? Вот у нас появляется поп-ап над сайтом. А затемнение под поп-апом каким цветом? Где вот это затемнение и его непрозрачность? Вот так вот показывать поп-апы, это неправильно. Если ты хочешь хорошо подготавливать макет, то надо делать 1920 на 1080, ставить на задний план какой-то фрагмент сайта, делать вот этот поп-ап, а вокруг поп-апа показывать затемнение. Потому что верстальщику нужен цвет затемнения и его непрозрачность. А тут этого нету. Спасибо. Понятно. Еще один потрясающий глагол. Учись подготавливать компоненты. А что это здесь за компонентил? А сюда. Ну и в чем прикол? Вот у тебя мастер, которым ты не пользуешься. В чем прикол? Четыре раза одно и то же, а ты не пользуешься. Или вот что-то там тоже. А, это эти кружки. Понятно. Там ты просто в дизайн проиграл. Но ничего, научишься. 1920 делаешь, это уже 70% успеха. Молодец. Дальше на проводе Виталий. Фил Хук прислал и специфическую тему. А что за тема? Ага, понятно. Надеюсь пропустишь. Очень хочется. Виталий, ты сделал дизайн сайта? Без фиолетового. Дизайн сайта? Фигме? Без фиолетового? Никому не проспорив? Хе-хе. Ну это ж пипец. Это просто пипец. А, у тебя тема про пипец. Погоди, у тебя еще и огрызок в 1440 пикселей? Так это ж двойной пипец. А есть ли у тебя картинки с двойным пипцом? А их нет. Как ты так? Не предусмотрел. Так, и что-то там очень много зеленого. Иконки растровые, это вообще какая-то беда. И что-то как-то криво. Ты скачал растровую иконку, зачем-то залил ее в маску, чтобы она помещалась в круг. Как-то все криво-косо поставил. Но это ладно. А вот это что? Зеленый текст. Зеленый текст. Где он? Вот это. Ты вставил прямоугольник, цветной прямоугольник, в текст, чтобы его перекрасить? Виталик, кто тебя так научил? А перекрасить текст? Просто перекрасить текст? Просто его перекрасить в градиент? Ты что-то делаешь, но супер неправильно. Тебе бы прям вот, ну, самые-самые основы разобрать, в каком формате должны быть иконки, и зачем пользоваться масками? Ну, не для того, чтобы перекрашивать тексты. Ну, нет. Ну, прям очень-очень не для этого. И что-то как-то криво. Смотри, здесь так, здесь так. Ну, что-то как-то из формы, какие-то пропорции не те. Было бы классно, чтобы слева и справа... А почему отступы разные? Погоди, я же с зажатым альтом делаю. 116 это не 106. Это 106 и 10. Ну, надо же как-то настраивать прицел. Тут скругление такое, здесь такое, здесь какое-то такое. И что-то как-то вот оно неровно стоит. Надо тебе прям самые-самые основы начать изучать, потому что, ну, что-то как-то... Ну, нет. Ты не так пользуешься элементами. Какие-то маски делаешь круглые. Чтобы сделать круг, не надо делать маску. Маска нужна для каких-то там закозюлистых, вот таких непонятных форм. А для круга вот. Вот, чтобы такую вот маску сделать, мы пользуемся маской. А чтобы сделать круг, не нужна маска. Ну, нет, нет. Тебе надо изучать основы, потому что, ну, просто перекрасить текст через... Маску. Просто, чтобы текст перекрасить в белый, не надо в него вставлять прямую... Чей так текст белый? Зачем ты в него вставляешь белый прямоугольник, чтобы он был белее? Нет, ты прям что-то супер неправильно делаешь, и тебе бы надо было... Надо было бы тебе прям про основы почитать, получиться как-то настраивать прицел, потому что пока оно что-то как-то кривенько и супер неправильно в плане подготовки элементов. Супер неправильно. Да, где компоненты, маски вообще не надо. Зеленого должно быть вообще минимум, или его в принципе может не быть. А вот фиолетовый, да, должен быть. Что-то делаешь прям супер неправильно, но делай, 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 делай. Максим дозвонился несколько раз, забрасывал веб-дизайн и обратно взял себя в руки. Это ты молодец. Это ты молодец. Лучший контент, который я видел. Это приятно. Так, 1920, это ты тоже молодец. Во, ховеру показываешь. Это классно. Слушай, ну все такое цветное. Цветной текст, во-первых, читать тяжко, потому что он цветной. Во-вторых, очень сложно понять, что кликается, что не кликается. Вот заголовок цветной. Как будто бы там ссылка. А непонятно, ведет он куда-то или нет. В принципе, тут есть внутренние на сайте или нет. Поэтому цветные тексты лучше не делать. Во-первых, они читаются тяжко. А во-вторых, что кликается, что не кликается, непонятно. Вот как будто бы наш офис ведет на страницу контактов. Нажимаем сюда и попадаем на страницу контактов, ведь он цветной. А вдруг тут вообще лендинг? И внутренних никаких нету. Тут ховеров нету. В хедере показал, а здесь нету. Просто иконочки какие-то разные. Тут прям, ну, слишком разные иконки. И как-то оно кривенько стоит. Иконки, ну, очень-очень разные. Толщина штрихов. Надо бы все это дело уравнять как-то. И вот там сверху где-то иконки были. Где эти иконки? Вот, смотри. У тебя слева иконки как будто бы из одного набора пытались быть. Вот тут вот толщина штриха одинаковая. Ну, тут пунктир есть, а тут никакого пунктира нету. Его бы добавить, и тогда можно было бы иконки подружить. А здесь, в принципе, иконки из другого набора. Во-первых, есть какое-то смещение. Случайно или намеренно оно появилось. Непонятно. Но вот здесь есть смещение, и тут есть смещение. И вроде бы один набор. А тут смещения никаких нет. Вот эти иконки из одного набора, это из второго. А это, в принципе, какой-то сдыхлик, который ни тудыма, ни сюдыма. И вообще как-то здесь по композиции он как будто бы и не нужен. Вот, смотри. Хороший, устойчивый блок прямоугольник. Все, вот это вот не надо. Как-то и что-то криво. А что с прицелом? Ну, смотри. Что-то как-то с прицелом. Здесь вот так вот. Такой отступ. А здесь вон какой отступ. Видишь, какой отступ? О! А должны-то отступы быть одинаковые. И здесь что-то как-то здесь вот как, а здесь вон как. Что-то ты эти элементы поставил кривовато. А было бы классно их поставить ровно. И для каждого текста должен быть подзаголовок. Иначе не будет текст прочитан. Вот это уже много текста. Мало текста это само одно, два, три слова. А вот это уже прям целое предложение, на которое надо выделить время в своем расписании. Не каждый найдет. И что-то как-то криво. Вот эти иконки должны быть внутри одинаковых контейнеров. Как раз для того, чтобы не было вот такого смещения. Вот, ребята, наглядный пример для тех, кому непонятно для чего иконки делать в одинаковых квадратных контейнерах. Тогда не будет вот такого вот некрасивого смещения. Ведь здесь будет квадрат, и здесь квадрат будет одной ширины. Тогда такого недоразумения не будет. И для каждого текста было бы классно сделать какой-то подзаголовок. Тогда мы читаем подзаголовки, и если нам интересно, тогда мы читаем дальше. А если нет, мы просто попрыгали по подзаголовкам, и понятно стало, что тут есть внутри. А вот это вот все читать? Ну нет, люди ленивые, они такой текст читать не будут. Поэтому должен быть подзаголовок. Что-то как-то много слишком размеров. Смотри, один стиль, второй стиль, третий стиль, четвертый стиль, пятый стиль. Там он еще шестой, седьмой. Это тоже текст, но очень-очень много текстовых стилей идет подряд. И они все какие-то разные. Вот тут вроде бы стиль один, но нет. Цвет другой, это тоже добавляет какой-то новый стиль. И когда вот настолько все разное подряд идет, конечно, смотрится неаккуратно. И верстать то еще удовольствие. А верстать кнопки разные. Тоже и то еще удовольствие. Вот смотри, здесь у тебя вроде то же самое. А вот смотри, что случилось вот с этой кнопкой. А почему у нее вот такие уши? А здесь вон какие уши. Кто будет повторять? И высота почему-то вдруг стала другая. Здесь в принципе какая-то дырка непонятная. Возьми, продли вот это вот. И не пиши никогда серым на цветном. Серый на цветной он максимально всегда не подходит. Фокус показал. Да, фокус показал. Но чтобы было понятно, что мы печатаем здесь. И тогда загорается белый. Надо поставить черточку, чтобы верстальщик понимал. Это именно фокус. Когда мы печатаем, а не просто набранный текст в поле, делает поле белым. Видишь, черточки нету и непонятно. Так что учись повторять. И все будет добро. Компонентами пользуешься? Это ты уже молодец. А, погоди. Мастер, мастер. Это еще неправильно. Должен быть один мастер, мастер карточки, внутри которого вставлен мастер иконки. Тебе вот эти иконки, вот, видишь, вот, мастера твоих иконок. И потом ты вставляешь один мастер иконки в мастер карточки. А вот эти мастера, вот этот мастер иконки, вот этот мастер иконки и вот этот, ты свапаешь через вот эту правую панель. Когда ты выбираешь вот здесь вот мастер иконки, у тебя тут будет панель мастера. И тогда все срастется. А делать мастер ради чего? Ну вот просто зачем делать мастер? Ты поругался с кем-то или нет? Девочка одна наделала мастеров. У нее был макет вот такой, и там было очень-очень много внутренних страниц. И она на каждой странице, на каждой странице, каждый блок, каждый блок, не элемент, а прям блок, обернула мастером. Это вот один мастер, это вот второй мастер, это вот третий мастер. header footer тоже на каждой странице отдельные мастера так можно делать ребята если вы с кем-то поругались если вы работаете в компании какой-то дизайнер вам насолил а вы знаете что после вас он будет работать в этом макете тогда вы просто все блоки оборачиваете мастерами не выбирая все вместе одним мастером а каждый блок вы выбираете мастером почему потому что мастер нельзя разломать нельзя его разломать и чтобы здесь потом работать вот чтобы подвинуть вот этот элемент надо будет ломать мастер а как его разломать только через плагин или через какие-то там непонятные комбинации поэтому если вы с кем-то поругались в офисе просто херачите ему мастер просто все в мастера в отдельные мастера не пользуйтесь компонентами херачите в мастера и эту твою мстю можно будет добавить в книгу рекордов гинза а это что ну-ка что это такое ты компонентишь картинку для какой цели для чего зачем ты компонентишь картинку ты же картинку меняешь ты делаешь оверрайт кайф компонента в том что бы можно было что-то изменять а что ты тут меняешь если тут начинка абсолютно другая ты меняешь другую заливку может и хотел предусмотреть скругление углов и тогда мы в одном месте скругляем и все остальные фотоньки тоже скругляются но ведь это теперь делаем через переменные переменные заводим и применяем надо будет поменять углы мы просто переменную меняем и тогда все меняется компоненте надо какие-то комбинации картинка линия картинка иконка картинка 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 текст картинка текст текст картинка с чем-то еще они просто одна картинка это неправильно это просто надел компонент лишних слоев на дело смотри у тебя был набор картинок а теперь у тебя стал набор который в два раза больше в соях видишь насколько больше этих элементов стало плюс компонентами надо управлять ты не сможешь чего-то сделать внутри компонента надо идти в мастер там эти привязки это настраивать компонент прекрасен когда есть набор элементов они когда просто фотонька просто поставил себе палку в колеса а здесь отступ где куда делся отступ так-то компонентами вроде пользуешься молодец от отступа разные здесь вон какой отступ а здесь вон какой отступ и понятно почему у тебя вот этот отступ из-за стрелочек но стрелки то на том полюсе а ты выравниваешь вот этот полюс и видишь насколько она смотрится не одинаково вот видишь какая у тебя огромная здесь дырка вон какая дырка а вот какая дырка видишь а вот эти дырки должны быть одинаковые и поэтому естественно вот это надо приподнять да понятное дело что от стрелок у тебя будет какой-то там меньше отступного стрелки в данном случае это выносной элемент если бы твои стрелки стояли с другой стороны тогда бы все срослось переносим их сюда и тогда смотрим ага идем вот так вот ага идем вот так вот и вот видишь здесь такой же отступ как и здесь тогда да а этот выносной элемент он стоит вообще вон там и здесь мы видим вот какую огромную дырку а здесь вот какое эти дырки надо делать одинаковыми как и кнопки и ховеров не хватает копирайта нету бла-бла-бла то кнопки нажимай чует это решил на веб-дизайн подзабить а ай погоди и фоточка что тут это про фотку хотел сказать создание уютного пространства тут смотри много элементов и и тут вот действительно на этом диване восседать ну как-то там приятненько сидеть на этом диване вот а здесь ну пусто уют это никогда пусто пустота и уют это же вроде антонимы как так что по сетке не попал ничего то вообще не попал так сетку не там не тут что-то кривого тенька настраивай прицел теперь понятно для чего тебе мастер смотри как через одну картинку сразу сел и на стол и на кровать и в шкаф и на другой диван и сюда но компонентами ты конечно все равно пользуешься как-то не особо правильно тут что-то тут вообще как-то неправильно зачем тебе мастера отдельные мастер для того чтобы использовать его копию а ты не используешь копию ты просто сделал мастер 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 а где копии а а их нету так 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 снова нам мотите прислали сколько можно воровать этот бедный макет ребята ну уже не смешно дарья моя первая работа и что ну первая работа и ты не придумала ничего лучше чем своровать чужой макет и вставить в него картинки но ты хотя бы на другую тему вставила уже прогресс но блин брат чужой макет и выдувать за свой вот тоже самое белая синяя черные карточки с такими же закруглениями все то же самое и с такими же карточками абсолютно все то же самое но просто под копирку но тоже самое я дизайнер но ты хотя бы надо отметить ты хотя бы тему изменила потому что этот бедный макет уже столько раз воровали есть в инстаграме девонька у нее 110 тысяч подписчиков не 110 подписчиков а 110 тысяч подписчиков она даже тему не изменила она своровала вот этот в тите с такой же темой тоже кошки собаки она даже пальцем не пошевелила цветовую тему изменить тоже белый синий черный тоже кошки собаки сделала два экрана до классно за анимированием а базару классная анимация такого же макета ей в комментах сразу налетели говорят ночь воровство ты просто за плагиатила чужой там на 97 процентов чужой макет и вместо того чтобы удалить чужое она просто комменты стирает прикиньте 110 тысяч подписчиков взяла чужой макет выдала за свой и говорит я дизайнер прикиньте есть ребята в инстаграме какие до макет классный автор вообще просто молодец просто офигенный макет сделали настолько что вы ворует каждый 2 но ребята ну нельзя брать чужую композицию и говорить я дизайнер но это чужое учитесь свое делать но ты молодец хотя бы тему изменила хотя бы тему изменила но карточки абсолютно такие же сетка абсолютно такая же в 4 колонки тексты по бокам но это тоже самое но нельзя взять вот просто готовую композицию и сказать я дизайнер на это чужой дизайн но сделай свое хуже на свое поменяй хотя бы количество контента ну-то тему поменял это молодец цветовую тему измени сделай зеленое вместо синего уже будет другая тема уже будет другая цветовая тема и поменяйся сетку до скругление запросто можно оставлять поменяй сетку чтобы в 3 колонке было пять колонок 6 колонок сделать какую-то асимметрию чтоб карточки как-то вот по высоте было побольше карточка поменьше карточка потому что в оригинале этого нету видишь она все ровненько а ты просто берешь чужой офигенная чужое и выдаешь за свое. Но ты молодец, хотя бы тему меняешь. С первой же работы. Там человека 110 тысяч подписчиков, она просто под ноль своровала. Говорит, я дизайнер. Ребзя, ну не воруйте композиции под ноль. И хедер, очень-очень большой хедер. Тут запросто можно сделать, ну в три раза компактнее. 180 пикселей, это огромный хедер. Ну хотя бы, не знаю, там 80. А что с кнопками? Чего они вертикальные? Кнопки должны быть горизонтальные. По бокам должно быть больше, чем сверху и снизу. Тогда кнопка классная, горизонтальная. А это какой-то ужасненький ужас. Ну чего это, у тебя аж место есть. Кнопки можно делать квадратными, когда у нас по бокам и по вертикали одинаковые отступы. Я такие кнопки называю квадратными. Ну типа того. И то тут снизу я бы побольше сделал. Эх, надо менюшку. Смотри-ка, ты сбалансировала, но что-то как-то не до конца. Молодец, сбалансируешь, это хорошо. Вот, квадратная кнопка, когда у нас по бокам 4 одинаковых отступа, я такие кнопки называю квадратными. Не потому, что они квадратные, а потому, что они с отступами квадратные, а верстаются кнопки отступами. Вот 4 одинаковых отступа, визуально одинаковых, тут цифры-то разные, конечно, до контейнера. Но 4 одинаковых отступа, это квадрат. Поэтому я называю такие кнопки квадратными. Так вот, либо делаешь квадратную, либо делаешь горизонтальную. Квадратную мы делаем тогда, когда мы вставляем кнопку туда, где ей не рады. Например, там очень мало места, или там уже очень много кнопок, и надо еще одну добавить, потому что жена маркетолога так сказала. тогда мы делаем да а если кнопка запросто тут поместится горизонтальная естественно делаем горизонтальную кнопку но только не вертикально но это же не кнопанька это какое-то недоразумение не должно быть по игреку больше чем по иксу у горизонтального элемента не должно быть если это был вертикальный элемент ну тогда давайте смотреть а так то нет тут чудо как-то не очень красиво слушай не бери больше вот со второй работой не делай так тему меняешь молодец но композицию тоже надо менять сетку надо менять но нельзя просто под ноль и взять чужое но ты хотя бы молодец в отличие от этих вот инстаграмных дев ты хотя бы тему меняешь а те вообще чужое берут потом комменты стирают а это что это как-то тут не красиво получилось ну либо мы предлоги переносим так чтобы дырок не было либо мы тогда делаем текст поменьше ну чё-то ну ну так нельзя такой-то пиратский флаг тут такого делать не надо и тут что-то очень-очень надо текст меньше сделать и тогда какую-то там набор слов перенесется а так то но как-то некрасиво выглядит просто как неудачное стихотворение да не бери чужое делай свое всегда говорю сделай хуже но свое полезно было поддержите вам не жалко мне сами знаете приятно спасибо каждому кто находит время написать коммент скоро увидимся услышимся и помните оцените момент и компонент оливайра как бы вы не хотели его не видеть как бы вы не хотели его не видеть как бы вы не хотели его не видите лучше и не видите его перекрашивать текст прямоугольником вставленным в этот текст через маску я думал не бывает фигме ситуации из которых нельзя выйти без позора. Блестяще. Что это? Вместо того, чтобы сделать круг, вставить туда заливкой фотографию и перекрасить бордер, ты делаешь круглую маску, вставляешь туда фотку, а сверху делаешь еще один круг, у которого только прозрачный бордер? За что тебя так наказали? Что ты такого в жизни натворил? Кто тебя так мучает? Что ты наделал? Моргни. Может нам копов вызвать? Ты может в заложниках? Ты тоже узнал, что Даша Корейко в военкомат ходила и тебя жизнь наказала.